Всем привет! Меня зовут Данила, вы смотрите второй выпуск передачи «Спутник электроники». И сегодня мы поговорим о пылесосах. Пылесос – это незаменимый помощник, который не только собирает пыль, но также чистит, отпаривает, увлажняет и ароматизирует воздух. Пыль – это аллергия, в составе пыли чего только нет. Частички кожи, кусочки тканей, бактерии, кличи. Звучит не очень, поэтому пылесос является незаменимым помощником в борьбе с домашней грязью. Ну или с домашними животными, которые боятся этого монстра как огня. Мощность всасывания – это самый первый параметр, на который стоит обратить внимание. Он является очень важным. Естественно, чем она выше в пылесосе, тем лучше пылесос выполняет свою работу. Обычно производители наносят вот такие вот цифры на пылесос, которые обозначают не мощность всасывания, а мощность самого двигателя. Мощность всасывания указывается мелкими буквами, либо не указывается вообще. Измеряется она в ваттах или аэроваттах. Хороший производитель всегда укажет как максимальную мощность в первые минуты работы устройства, так и номинальную после 10-15 минут уборки. 300-350 ватт хватит для уборки линолеума, кафеля, либо плитки, а также ковра с небольшим ворсовым покрытием. Если у вас дома большая семья и имеются домашние животные, то стоит выбирать пылесос мощностью от 350 до 500 ватт. Уборка бывает разная, влажная или сухая. И в зависимости от этого пылесосы также делятся по этому принципу. Пылесосы с мешками являются самыми распространенными на рынке. Плюс такого пылесоса в том, что не нужно возиться с пылью. Достал мешок, причем они бывают как одноразовый, так и многоразовый. Выбросил и не нужно париться. Минус лишь в том, что мешки все же кончаются и нужно покупать новые. И чем больше забился мешок, тем меньше всасывающая мощность у пылесоса. В пылесосах без мешка для сбора пыли применяется так называемая циклонная схема. Действует она следующим образом. Пыль двигается по трубке к контейнеру, закручивается в вихре и оседает на стенках. Обычно такие контейнеры прозрачные и весь процесс можно наблюдать вживую. Некоторые модели также оснащены лопаткой, которая прессует мусор и экономит место. За таким контейнером очень удобно ухаживать. Его просто достаточно вытряхнуть, сполоснуть водой и поставить на место. К тому же мощность всасывания у таких пылесосов при наполнении контейнера не теряется. Что касается пылесосов с водяным фильтром, то тут все очень просто. Грязный воздух проходит через воду и пыль в нем оседает. Далее воздух выходит пузырьками и проходит через фильтры, забирая с собой пыль, частички пыли, которые намокли, но не смогли осесть. Минус таких пылесосов в том, что они очень громоздкие и, как правило, дорогие. После уборки их нужно обязательно помыть и высушить. Другой немаловажный фактор при выборе пылесоса – это система фильтрации. При уборке весь собранный воздух проходит через фильтры и выходит наружу, поэтому фильтр должен быть качественным, чтобы вся оставшаяся пыль не оседала у вас в квартире. Самым лучшим вариантом в таком случае могут быть моющие пылесосы и пылесосы с водяным фильтром, так как они не только собирают пыль и удерживают ее, но еще и увлажняют воздух. Стоит обратить внимание на то, какой фильтр используется в пылесосе. Фильтры системы HEPA являются самыми лучшими, одними из самых лучших, и используются даже в медицине для фильтрации помещений от вредных бактерий и всяких примесей. Чем выше номер у фильтра, тем больше его качества, лучше его качество, и тем более мелкие частицы он может задерживать. Фильтры бывают как сменные, вот такие, так и моющиеся, которые можно просто помыть и ставить обратно в пылесос. Самый максимальный класс для фильтров HEPA является 16. Вот в данном пылесосе мы видим класс 13. И последнее, о чем хотелось бы рассказать, это о щетках. Щетки бывают разные, некоторые модели существуют даже с подсветкой, чтобы можно было удобно пылесосить в местах, где нет света. При выборе щетки обратите внимание на то, могут ли они комплектоваться вместе с пылесосом, прятаться в корпус. Это не только экономит место, но также позволит вам не потерять такие вот щеточки. Помимо этого, существуют еще в некоторых моделях турбо-щетки. В этих щетках вот эта вот щетина вращается независимо от самого пылесоса, используя активный воздух, который поступает внутрь пылесоса через трубку. Некоторые модели оснащены отдельным электроприводом, который вращает эту щетку самостоятельно. В планете электроники вы можете обратить внимание на следующие модели. И первая очень популярная модель, которую я хотел бы вам показать, это Philips DAB FC9304. Пылесос обладает мощностью всасывания 500 Вт, а также регулировкой этой самой мощностью, и оснащен фильтрами HEPA уровня 13. Стоит такое чудо в магазине Planeta.kz 35900 тенге. Второй лот это пылесос, циклонный пылесос серии Rambac. Дизайнеры создали такой пылесос, вдохновившись гоночными болидами. Мощность всасывания такого пылесоса 380 Вт, он оснащен уровнем фильтрации HEPA 12. Стоит такое чудо 32680 тенге, если сделать заказ через сайт Planeta.kz. И третья модель это пылесос Electrolux ZJM6830 серии JetMax, который оснащен пылесборником S-Bag емкостью на 4 литра. Мощность всасывания у него 380 аэроватт, и оснащен он системой фильтрации HEPA 12. Стоит такое чудо в магазине Planeta.Eлектроники, здесь у нас получается 26 990 тенге. Если сделать заказ через сайт Planeta.kz, то цена будет 25 100 тенге. Все эти три модели были выбраны, но не случайно, потому что они, как никто лучше, соответствуют параметрам цена и качество. На сегодня это все. Дорогие друзья, предлагайте обзоры какой техники вы бы хотели видеть в нашей передаче. А я желаю вам чистой уборки и до встречи в планете электроники. Субтитры сделал DimaTorzok